Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Паула Веронеза «Марс и Венера. Связанная любовью». 1570-е годы. Холст масла 205 на 167. Один из лучших венецианских художников Паула Веронеза воплощал в своих картинах дух Венеции, этого богатого, изобильного, праздничного города. Он любил живописать пиры, поэтому даже в его полотнах на иные темы царит пиршество, плоти и всего видимого мира. Но представленной картиной, которая вместе с несколькими другими хранилась в коллекции императора Рудольфа II в Праге, и, по-видимому, было заказано им коронацией, изображен союз Венеры и Марса, богинь любви и бога войны, которых Амур связывает шелковой лентой. Марс укращен и спокоен. Война покорилась любви. Художник намекает на возвышенную любовь. Справа Купидон сдерживает мечом лошадь, символ неизменной страсти, а похотливый сатир застыл в камне. Но в картине много чувственного, и не только в обнаженном теле Венера, красоту которого подчеркивают жемчужные жерелья и браслеты. Здесь все, как обычно у Веронезе, написано осязательно. И тяжелый шелковый плащ Марса, и гладкое тело коня, и белоснежный теплый мрамор. Все вокруг торжествует победа любви. Французский живописец Поль Сезан говорил о Веронезе. Он писал так, как мы смотрим на мир, столь же естественно. Его языком были краски. Ну вот такое описание к картине Паула Веронезе «Марс и Венера», связанное любовью, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok